Первая неделя лета сразу проверяет жителей Алтайского края на прочность. По прогнозам синоптиков температура на этой неделе поднимется до 40 градусов. Как в такую погоду сохранить здоровье, как себя поддержать и кто в группе риска перед жарой? Об этом сегодня говорим с главным врачом Барнаульской поликлиники номер один Еленой Азаровой. Елена Васильевна, здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, насколько вообще жара опасна? Да, действительно, июнь бьет все рекорды по жаркой погоде, плюс 40 в тени по некоторым показателям показывает. И жара для наших организмов это не есть добро. То есть жара влияет на сердечно-сосудистую систему, начинает у пациентов, у наших жителей и наших пациентов скакать давление, головные боли. Я уже не говорю про солнечные и тепловые удары, которые бывают, случаются в нашей практике, они уже стали регистрироваться к нам, обращаются люди с тепловыми и солнечными ударами. Поэтому жара – это в первую очередь испытания для нашей сердечно-сосудистой системы. А сколько за эти дни к вам уже обратилось человек из-за ухудшения здоровья, из-за жары? И это в основном какой возраст? Ну, для такой жары органами-мешениями являются или пациентами-мешениями являются наши пациенты, страдающими болезнями системы кровообращения, гипертоники, у которых фонамность, и стенокардия, инфаркты, пациенты, перенесшие инсульты, а также больные, страдающие с сахарным диабетом. Да, они себя сейчас чувствуют не очень хорошо. И обращение, вот мы буквально с первого числа, когда началась такая жара, зафиксировали именно так, как мы их кодируем по определенным диагнозам, порядка сотни уже. И вот эти непростые заболевания, которые вы перечислили, это уже не обязательно пожилые люди? Это и средний возраст, и молодежь? Конечно, это однозначно не пожилые люди, это и 30-летние, и 40-летние, и 50-летние. И даже могу сказать, жара плохо приносится детишками новорожденными первых шести месяцев жизни, потому что у них еще нет своей терморегуляции, она не выработалась. И поэтому мамочкам, у которых маленькие детки, тоже нужно быть внимательны к своему малышам, чтобы не было перегрева и у маленьких деток. С точки зрения медицины, какая температура организмом воспринимается уже как ненормальная? Ну, здесь, наверное, не с точки зрения медицины, а с точки зрения того региона, в котором мы проживаем. То есть если у нас средняя температура июня 23-24 градуса, то для нас, мы уже привыкли, мы в этой температуре хорошо живем. Все, что выше 27, это для нас уже не хорошо. И, конечно, 37-36 градусов. Это испытание для нашей системы. А сколько времени человек вот под таким палящим солнцем может находиться, ну, еще безопасно? Час? Ну, я думаю, что под палящим солнцем все-таки люди находятся не круглосуточно. Честно. Да. То есть если даже они находятся под палящим солнцем, они одеты соответствующим образом и прикрыты головой, и по нашим правым законодательствам не больше 40 минут можно находиться под таким солнцем, соответствующим образом защищенным от этого солнца. А есть такое мнение, что коронавирус ослабляет организм, и он хуже переносит жару. Вот верно ли это утверждение? Ну, коронавирусная инфекция вошла в нашу жизнь три уже года назад. И последствия его, наверное, мы будем разбирать и разгребать всю, скажем так, мою сознательную жизнь и мою профессиональную деятельность. Потому что орган мишеня для... Один из органов мишеней для коронавируса – это наша стенка наших сосудов. И точно так же жара является... То есть наши сосуды являются органами-мишенью для жары. И, естественно, пациенты, которые перенесли, переболели, особенно в тяжёлой форме коронавирусной инфекции, они тяжелее переносят вот сейчас ту ситуацию, которая складывается в городе. То, что жара для них требует определённых, скажем так, действий и внесения изменений в их образ жизни. А вот расскажите об этом поподробнее. Как себе помочь? Может быть, витамины какие-то пить? Ну, начнём с того, что... Я сейчас буду говорить и на прописные истины, что в жару не надо находиться на солнце. То есть вся активность должна приходиться до 10 часов, либо после 18-19 часов. На улице нужно находиться соответствующим образом одеты. То есть это лучше всего светлая одежда и из натуральных тканей. Там лён, хлопок и тому подобное. И обязательно должна быть прикрыта голова. Шляпка, кепка, панамка, платочек. У кого что? Это первое. И это очень важно. Второе. Нужно ограничить физическую активность. То есть на этой жаре не заниматься активным спортом. То есть если вы делаете зарядку, замечательно. В 6 часов. Если вы на саду работаете, то все ваши работы до 10 часов. Либо уже вечером поливаем. А с полуденной зной мы сидим дома, отдыхаем, либо мы находимся в тенёчке. И немаловажно здесь, точно так же я повторюсь, и буду, наверное, неоднократно это повторять, для пациентов, страдающих нашими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, это регулярный приём препаратов. Базисной терапии. Не отменять ни в коем случае приём препаратов. Это касается как наших гипертоников, так и больных, страдающих с сахарным диабетом. Не уменьшать дозу сахароснижающих препаратов. И, конечно, это питьевой режим. То есть есть такие расчёты, что в такую жару порядка 40 мл на килограмм веса человек должен выпивать в сутки. То есть если человек весит порядка 60 кг, 2,5 литра он должен выпить водички. Это именно водичка. Это может быть тёплый чай, или горячий чай, зелёный, чёрный, там, жасминовый, белый, жёлтый, не принципиально. Но это могут быть морсики, компоты. Но это не кофе, это не алкоголь, в том числе слабый алкоголь, пиво. Это не газированные напитки. Если люди предпочитают соки, замечательно, но лучше соки свежевыжатые. Сейчас начался сезон, уже пошли огуречные, зелёные смузи, ради бога морковные соки, тыквенные соки, либо это апельсиновые, яблочные, именно свежевыжатые. Потому что концентраты, стабилизаторы сейчас, ну, скажем так, не есть хорошо для нашей сердечно-сосудистой системы. В плане еды вообще лучше перейти на что-то более лёгкое, там, супчики какие-то? В плане еды, да. То есть мясные, жирные мясные продукты, требующие значительных усилий для их переваривания со стороны организма, сейчас желательно ограничить. То есть это салатики, это молочные продукты, это та же самая курочка, рыба. То есть выбор есть, и нам сейчас есть из чего выбрать. Супчики, конечно, можно и супчики, особенно много летних супчиков с щавелем, сейчас вот крапива, дуванчики. Кто, что готов, можете проявлять свои кулинарные способности. Специальных каких-то витаминов для поддержания организма? На сегодняшний день, да, потому что, ещё раз повторюсь, уже пошло всё настоящее, что мы получаем, и лишний раз нагружать организм искусственной химии, наверное, на сегодняшний день не стоит. Часто люди полагаются, что кондиционер их может спасти. Вот вы до записи говорили, что у него есть как плюсы, так и минусы. Вы можете пояснить? Я и сейчас это повторю. Да, ещё буквально, ну, 10, ну, 15-20 лет назад для нас кондиционеры были роскошью, а сейчас это практически бытовая техника, и у многих она есть и в домах, и в машинах, и на работах. Да, кондиционеры однозначно в данной ситуации – это добро, но добро должно содержаться должным образом. То есть кондиционеры – это не то, что вот мы поставили 10 лет назад, и всё, оно требует своего содержания, то есть и замены фильтром, и технического обслуживания, и есть различные фильтры. Ну, поэтому сейчас, да, в данной ситуации воспользоваться кондиционером, если он у вас есть дома, это замечательно. А обычный вентилятор, он проще, экологичнее в этом плане? Или от него толку? Ну, вопрос по вентилятору. Опять-таки, ещё раз, 20 лет назад нас спасал вентилятор и увлажнитель воздуха. Сейчас бытовая техника шагнула, производство шагает вперёд, технологии шагают вперёд, кондиционеры, да. Если есть вентилятор, и он спасает, да, он спасает, да, он, конечно, гоняет тот же самый воздух, но можно перед вентилятором поставить бутылку или чашку, тарелку с водой, и будет уже увлажнение. Мы не говорим про бытовую технику как увлажнитель воздуха. Сейчас это тоже будет спасать нас от того, чтобы мы легче в домашних условиях приносили такую жаркую погоду. А как комплекция, фигура человека влияет на переносимость жары? Это большой вопрос, и, в принципе, уже практически доказано, что люди нашей с вами комплекции, то есть худенькие, изящные девушки, но молодые люди, особенно высокие, они жару переносят хуже. У них и ортостатическая гипотензия бывает, то есть им чаще становится плохо, они чаще падают в обмороки. Полные люди, прямо от которых ожирение, они тоже жару переносят не сильно хорошо за счёт того, что изменена уже сосудистая стенка. А вот пухленькие, полненькие женщины, мужчины, те жару переносят однозначно лучше нас. Почему? Потому что эти наши точные клетки, наши запасы жира, они создают внутри организма так называемый по типу термостата работает. И наша внутренняя температура, она регулируется нашими точными клетками. И поэтому полненькие люди, как правило, жару переносят лучше. Некоторые специалисты ещё советуют не допускать отёчности организма. И вот в этом плане пить воду, может быть, на массажи сейчас стоит походить? Я сторонница лимфодренажных массажей, поэтому я считаю, что если наши зрители, особенно зрительницы, в любом возрасте три минуты с утра позволят себе самомассаж дренажной системы щётками, варюшками, массажными щётками, рукавичками, это замечательно, только при одном условии. Массаж делается от периферии к центру, то есть начинается с пальчиков и поднимается вверх. И при этом не должно быть заболеваний, ну, таких, как варикозная болезнь и нарушение тромбогенеза в вашем организме. Поэтому я за, и не только в такую жару, но, в принципе, это как один из пунктов здорового образа жизни, особенно девушкам, женщинам, ну, скажем, даже моего возраста, потому что и тургор кожи сохраняется, и лимфодренажная система наша работает, стимулируется. И буквально через 3-4 недели регулярного приёма самомассажа девушки почувствуют, что кожа стала другая, и наши апельсиновые корочки ушли. В такую жару лучше и утром, и вечером, да? Нет, утро. Утром, только утром. К вечеру мы устаем, не надо нагружать нашу систему ещё раз. Вообще в такую жару лучше, чем меньше движений, да, тем проще. Физическая активность должна быть в рамках разумного. То есть, да, не надо сейчас, конечно, устраивать забеги, но если у вас есть плавание замечательно, вы плаваете в бассейн, хорошо плаваете. Если вы делаете гимнастику, вы её делаете в 6-7 часов утра, делаете, если у вас йогой занимаетесь, ради Бога, но она должна быть разумной, физической нагрузкой. Если человек почувствовал себя плохо, то что в первую очередь предпринять, и когда тот момент, когда уже нужно обращаться к врачам? Вот я говорю, то есть неоднократно уже было свидетельствовать на остановках, становится плохо и молодым женщинам, и не сильно молодым, и мужчинам. То есть здесь первое – уйти в тень. Расстегнуть ворот, ремень, то есть там всё, что мешает дышать. Побрызгать, если есть вода в лицо, на грудь, на волосы. Нет идеального варианта пила, приложить холодное, там лёд, может быть, мороженое приложить. То есть смотря где вам становится, у вас за стола неблагоприятная ситуация. Идеально воду на лицо, на грудь, и прополоскать горлышко водой. Это то, что в рамках первой необходимости. Это доврачебная медицинская помощь. Но если у вас, не у вас, уже у ваших окружающих случается обморок, случается головокружение, как сказать, помутнение сознания, то, конечно, это вызов скорой помощи и уже обращение к врачу. Когда зашкаливает давление, а такое тоже бывает, либо обморота, но низко падает, тогда в таких случаях тоже обращаться к врачу. И тянуть с этим не стоит. Да. На этой ноте мы завершим. Спасибо большое за беседу. А я напоминаю, у нас в гостях главный врач Барнаульской поликлиники номер один Елена Азарова. До выходных днем ожидается плюс 35 градусов. Будьте внимательны к своему здоровью. Продолжение следует...